Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, PanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и доступный ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Хорошенько поныв на стриме касательно нового дополнения The War Within, а именно касательно коллекционного издания, наконец на сайте Blizzard Gear появился анонс, то что 17 апреля в 13 часов по московскому времени мы узнаем наполнение этой замечательной коробочки. Что в ней будет, что нас ждет. Построю некоторые свои догадки в этом видосике за неделю до этого анонса, поговорим о цене и о всяких прочих интересных моментах. Первый, наверное, самый популярный вопрос о том, что будут ли коды в этой коробке, в этом коллекционном издании. Мне кажется, да, скорее всего они будут, по той причине, что если мы рассмотрим коллекционную коробку Diablo 4, то она называется Collector's Box. Если мы рассмотрим The War Within, то Collector's Edition. Если мы проявим немножко внимательности, то можно понять то, что Diablo 4 просто-напросто представляла из себя коробку с ценностями, а тут мы получим полноценное коллекционное издание, в котором, конечно же, будет эпический код. А мы помним то, что эпические коды хороши тем, что начинаем играть на три дня раньше. А первые три дня игра имеет какие-либо баги, можно как-то подкачаться полегче, можно уже репу прокачать, можно какие-то рецепты получить на профы, в общем, кучу-кучу всего можно сделать за эти три дня. Второй момент перетекает из первого. А будут ли вообще коды нового дополнения The War Within работать на ру-учетках? Суть в том то, что относительно недавно в интернете появился скриншот Ticket, где гейммастер отвечает якобы, если даже мы прикрепили этот ключ, то он не будет у нас работать. Но в этот же момент мы видим то, что некоторые стримеры, имея ру-учетки, активировали эти коды и летают на грифонах, кайфуют, все замечательно, все работают. Но как бы не произошло такого, то что в момент старта припатча или в момент релиза, то есть там в момент релизного этого часа, когда все-все-все идут качаться, не отняли прикрепленное дополнение с учеток RF и RB. Компания Blizzard может сделать все, что угодно. Надо просто взять и закрыть доступ, откинуть там, не знаю, в Штормград, в Аргримар и сидите типа, купили Эпик-ключ, ну что ж, не повезло получается, все, сидите, отдыхайте. Все, что угодно может по факту реально произойти. Третий момент — цена. Если мы откроем магазин Battle.net, то увидим, что эпическое издание, его предзаказ стоит 89,99 евро. Окей, округлим — 90. Что будет касательно коллекционки, ну, наверное, в два раза подороже, плюс там еще какая-нибудь наценка, плюс что-нибудь еще. Ну, быть может, тысячонок 20-25 тысячонок рублей оно будет стоить. Абсолютно со всеми вложенными туда приколами. По типу артбуков, прочих вещей. Если рассматривать конкретно ключи, которые вытаскиваются, да, из этих коллекционных изданий, ключи эпические, не стоит об этом забывать, то у них цена тысячонок 15, может быть, 18, 13. Тут все, наверное, зависит от наценки, от курса, от всех вот этих факторов. Как вариант, вспомните, есть ли у вас знакомые, родственники, которые живут за границей, и, быть может, они могут купить это коллекционное издание, заказать его себе. Они вскроют, дадут вам код, а всякие там артбуки потом пришлют. Они же нам не к спеху, правда? И если вы думаете, что я нейтрально отношусь ко всем этим коллекционным изданиям, то вы ошибаетесь. У меня имеется несколько коллекционочек, и быстренько пройдемся по ним. Коллекционное издание Diablo 3, которое было куплено на ebay в 2014 году. За него я отдал где-то тысячонок 10 рублей, учитывая пересылку, учитывая вариант быстрой почты. Коллекционное издание Battle for Azeroth, которое было подарено на Игромире в 2018 году. Коллекционное издание, которое было посвящено 15-й годовщине World of Warcraft, с замечательной статуэткой Рагнароса. Превосходнейшая статуэтка, и тут даже молот немножко разбирается. А именно... Окончание его. Коллекционное издание Shadowlands, с замечательной лицевой стороной, которая переливается разными цветами, тоже было подарено компании Blizzard в декабре 2020 года. К сожалению, это был последний подарок. Очень жаль то, что на текущий момент другие времена... Но времена меняются, мы адаптируемся. На этом всё. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!